Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» группы компаний «Система Глобус». «Особое мнение» на 101FM. Пятница, 13.06 на часах. Это программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Акцентирую внимание специально на этом, что сегодня пятница, 13 часов. Просто многие, видимо, ожидали программу, сделанную в Вятке, которая выходит традиционно в это время, как, впрочем, и программа «Союз нерушимый». Все в порядке, все будет, и все будет уже в следующую пятницу. И программа, сделанная в Вятке, посвященная истории вятского предпринимательства, и программа «Союз нерушимый». Вот так. Ну, а сегодня «Особое мнение». Это «Особое мнение» Натальи Осиповой, генерального директора коммерческого центра «Вятский». Добрый день, Наталья. Здравствуйте, Владимир, и все наши слушатели. Да, ну, сегодня мы, по традиции, будем обсуждать такой широкий круг вопросов, тем и местных, и федеральных, и о политике, и экономике, и о культуре тоже поговорим. Ну, хочу я начать с такой драматической темы. С событий, которые происходили в столице нашего государства в ночь на 9 февраля. Я имею в виду снос киосков и торговых павильонов. Ну, да, и свидетелями которого... И вы, Наталья, были непосредственным свидетелем. Получила эта акция, в кавычках, такое название «Ночь длинных ковшей». Вот я, кстати, не смог выяснить, кто автор этого слова. То ли журналист какой-то, то ли блогер. Да, какая-то фейсбучная история. По аналогии с «Ночью длинных ножей» назвать это «Ночью длинных ковшей». Потому что действительно по всей Москве были просто выведены на улице строительная техника, экскаваторы, которые ковшами убирали эти киоски. Ну, речь там идет не только о киосках, каких-то маленьких пятачках, но и довольно весомые и большие торговые павильоны. Безусловно, эта трагедия обернулась для многих предпринимателей. Многие ведь показывали, да, тем, кто приехал сносить, вот смотрите, мы хозяева, у нас есть документы, и вы не имеете права. И, по-моему, даже где-то в одном месте даже прям люди находились в павильоне и его начали сносить. Ну, то, что видела я, происходило на Ленинградском проспекте, недалеко от станции метро «Аэропорт». И там целая серия маленьких киосков рядом со станцией метро, в которых продавали в основном продукты питания. Ну, и в одном киоске были какие-то сумки, чемоданы. В двух киосках действительно никого не было, и их сносили более-менее спокойно. А там вот, где стояла женщина с чемоданами, лет 50, полная, совершенно растерянная женщина, которая не понимала, что происходит, и которая, я не знаю, предупреждали ли. Возможно, и предупреждали, но у меня было ощущение, что для нее это полная неожиданность. Мэр Собянин говорит, что предупреждали. Я не знаю, что там на самом деле произошло, понимаете. Даже если предупредили, то людям не дали возможности куда-то перенести свой товар и свою торговую точку. То есть, с одной стороны, их просто поставили перед фактом. Возможно, юридически были соблюдены все необходимые законы, я даже в этом уверена. Но у этой истории есть два аспекта. Первый аспект, который официально всячески транслировался, в том числе и в речи нашего губернатора, который комментировал это событие, то, что эти ларьки портят внешний вид Москвы. То есть, аспект архитектурный. Наверное, я даже готова с этим согласиться. Да, действительно, эти ларьки, ну, скажем, мягко не украшали. Другое дело, что те дыры, которые остались после снесения этих ларьков, тоже, знаете ли, не самая привлекательная часть Москвы. И сказать, что отсутствие этих ларьков ее как-то сильно украсило, особенно не в центральной части города, а вот где-то... Ну, собственно, аэропорт Динамо — это еще очень даже центр. Но у нас не везде стоят памятники архитектуры, которые эти ларьки каким-то образом заслоняли. И даже на чистых прудах, где был большой комплекс этих ларьков, в общем-то, нельзя сказать, что уж они так сильно кому-то мешали или что-то так сильно портили. Ну да, с архитектурным аспектом согласиться можно. Не украшали они Москву. Но другой аспект. Они создавали площадку для малого бизнеса. Они были удобны москвичам, потому что выходишь из метро и покупаешь какие-то продукты перед тем, как идти домой. Не надо ехать куда-то далеко в гипермаркет, заходить сюда. Совершенно точно. И там в основном были фермерские продукты, были какие-то маленькие лавочки. Вот именно лавочки. И снесли бизнес этих лавочников. Причем это были не только одиночки. Это были сетевые какие-то магазинчики, рассыпанные по всей Москве рядом со станциями метро. Это было очень удобно. И москвичам, то есть тут есть и социальный аспект, и с другой стороны тем людям, которые этот бизнес ввели и который просто был убит. Ведь никто же не предложил альтернативу. То есть возможности переехать не было? Нет. То, о чем вы сказали. Вот это единственная точка в основном у этих людей, где они торгуют. Ну конечно. Если бы, например, мэр Собянин, заботясь о малом бизнесе в Москве, предложил людям на выбор несколько мест, куда они могут перенести свой бизнес, наверное, бы вся история звучала и выглядела несколько иначе. А так она звучала, как такое, знаете, откровенное насилие государства над мнением очень многих людей. Потому что это было мнение не только владельцев этих маленьких киосков, но еще и людей, живущих в этом микрорайоне, которым было удобно покупать тот продукт. Их тоже никто не спросил. А вы, кстати, случайным свидетелем стали этих событий? Да, я была случайным. Или специально пошли? Нет, я была случайным свидетелем. Я поздно возвращалась домой и вдруг увидела такое, что... А на следующее утро вся Москва была, знаете, как после бомбежки. То есть эти вот свежеположенные асфальт, дымящиеся, эти пятна, дыры у заборов, такие не обустроенные, где еще вчера был киоск. Мусор увезли очень быстро, заасфальтировали все очень быстро. Но ощущение дыры в пространстве сохранилось. И визуально это выглядело действительно как после какого-то трагического события, очень грустного и очень странного. Еще более странно было, что буквально я не наблюдала по дням, но тоже вот в дни, вот в эти же. То есть, может быть, через неделю, может быть, быстрее. На месте некоторых из этих киосков появились другие. Между прочим, на мой вкус совершенно не шедеврального вида. И очень неожиданной направленности киоски мороженого. Знаете, зимой, когда появляется новый киоск мороженого, реагируют на это с удивлением. Подсластить, так сказать. Ну, мороженое, почему? И киоски Роспечати. Конечно, нам нужны и газеты, и мороженое. Но, наверное, продукты питания, молочные продукты, овощные, эти лавочки, они были нужнее. Они были нужнее. И я не понимаю логики. Ну, вернее, как, логика прочитывается. Мы в очередной раз губим малый бизнес и поддерживаем более крупных игроков, с которыми власти удобнее договариваться, которых она поддерживает хотя бы потому, что они крупные. Какие параллели можно проводить, да, и с нашим городом? Тема киосков тоже для нас актуальна, ну, как-то уже менее актуальна. У нас ведь тоже в приоритете власти заявляли, что останутся киоски Роспечати, воды свежей, артезианской. Есть концепция развития в таких небольших павильонах по продажу местной сельхозпродукции, в том числе. Павильоны шаговой доступности. Ну, вот представьте сейчас себе фермера, которому говорят, давай, ставь свой киоск, например, на театральной площади. Он вкладывает деньги в оборудование, он нанимает людей, он завозит продукты, он вкладывается в рекламу. У него издержки. А потом одной бумажкой, одним решением просто убирают этот киоск, потому что он портит исторический облик города. И бедный фермер, бедный этот малый предприниматель, он даже не знает, к кому обратиться, потому что ведь он же все официально сделал. Никто из тех людей, которые работали в этих маленьких киосках, не работал нелегально. Это были не нелегалы, это было абсолютно легальным бизнесом. И это их не защитило. Кстати, мэр Собянин заявил тем предпринимателям, которые показывали документы о том, что они являются владельцами этих торговых объектов. Мэр Собянин сказал, что пожалуйста, идите в суд, доказывайте свою правоту, мы будем в рамках уже судебного разбирательства. Как вы думаете, будут активно судиться с городскими и столичными властями эти предприниматели? Я не знаю, будут ли судиться, но то, что эти суды будут, скорее всего, бесполезными, я почти уверена. Но, видите ли, человек, который все потерял в одну ночь, ищет хоть какого-то выхода. Понимаете, если вас жестоко избивают, вы пытаетесь хоть как-то защититься. Вы понимаете, что вам против толпы не защититься, но вы хоть что-то делать-то должны. Поэтому я думаю, что люди, конечно, пойдут в суды и, конечно, проиграют эти суды. Увы. Давайте еще про меры поддержки все-таки малого и среднего бизнеса, раз уж с этого начали. Еще в конце января вице-премьер Игорь Шувалов заявил о том, что в антикризисном плане на наступивший год есть, цитатом, буквально большой блок по поддержке малого и среднего предпринимательства. Вот уже февраль заканчивается, а этой антикризисной программы вроде как еще нет. И в том числе в части поддержки малого и среднего бизнеса. Ну, по крайней мере, СМИ не сообщали, подробности неизвестны. Вот ваши предложения по поводу поддержки. Да. Кризис пока работает эффективнее, чем меры правительства против него. Кризис работает быстро, постоянно. И он, я не знаю, будет ли... То есть все, что пока правительство делает против кризиса, антикризисная мера, не очень эффективна. В чем тут... Вы говорите, какие мои предложения. Вот что явно, очевидно. Да, вот что нужно для начала сказать, что ведь это вопрос общей привлекательности бизнеса в России. Вот того самого инвестиционного климата. И он одинаково благоприятный или неблагоприятный как для местного бизнеса, так и для зарубежного бизнеса. И поскольку сейчас климат анти, сверх, максимально неблагоприятен, то ожидать, что какие-то меры сработают... В рамках одного года, к тому же... Что смогут сделать эти меры? Удержать тот бизнес, который сейчас погибает. Вот это возможно еще сделать. Но чтобы малый и средний бизнес рос... А ведь хочется же говорить о росте. Потому что без малого и среднего бизнеса у нас нет здоровой экономики. Это понимают все, абсолютно. Но чтобы вот он рос и возродился уже от нанесенного удара двумя подряд кризисами. Последний кризис 2012 года, который сейчас вовсю еще идет. Он очень тяжелый, он системный. И трудно сказать, что мы после него увидим, какие развалины в смысле остатков бизнеса. Так вот, чтобы кардинальная ситуация изменилась, нужно, чтобы инвестиционный климат поменялся. А если он поменяется, то это будет хорошо и для малого бизнеса, и для среднего, и для иностранных инвестиций, и для всего. Когда станет выгодно деньги вкладывать. Просто вы банальный человек сидит и думает, а куда же мне выгоднее пойти работать? В госструктуры? В какое-нибудь там бюджетное предприятие? Или заняться, организовать свой бизнес? И ведь выбор-то очевиден. Он прост. Что можно тут сделать? Вот именно этот инвестиционный климат менять. Ну а если пройтись по конкретным мерам, сделать более дешевые кредиты, более доступные кредиты для малого бизнеса? Более доступные кредиты требуют более низких темпов инфляции. Она сейчас реально настолько высока, что ни один банк без серьезных госвливаний не сможет дать эти кредиты. А если и даст, например, правительство сделает эти вливания, то что произойдет? Человеку будет выгоднее взять деньги, во что-то быстренько их вложить. То есть это не будут какие-то длинные деньги и какие-то длинные условия. То есть тут нужно системные меры продумывать. Системные. Одни кредиты или, например, все-таки уменьшение налоговых проверок и налогового прессинга. И улучшение вообще работы государства, в том смысле, чтобы все это быстрее как-то работало, быстрее давали разрешения, удобнее была организована работа чиновников, чтобы все было онлайн. Не то, чтобы ничего в этом направлении не делается. Делается. Просто это делается медленно и мало. А кризис действует быстро и эффективно. Это как, знаете, у человека температура 40, ему дают пол таблеточки аспирина. Это не помогает. Кстати, тоже совсем недавно министр финансов, господин Силуанов, заявил о том, что не исключен дефолт 98-го года. И вот за это его заявление в общественной палате Российской Федерации даже призвали, возможно, в отставку отправить. Слышали наверняка об этом? Вот повторение ситуации 98-го. Черный вторник, да? Ну, у нас за последний год несколько таких черных дней, когда резко падал рубль, было. У этого события тоже две стороны медали. Хорошо это или плохо. Для нас, россиян, это плохо. Все, Европа от нас закрылась, нам теперь туда ехать дорого. Точно так же все импортные продукты стали невероятно дороги. Появилась больше, как плюс, конкурентность наших товаров, наших услуг и возможность импортозамещения. Потому что, ну, просто надо же какой-то сыр есть. Соответственно, будем есть Тверской, Вологодский и всякие прочие. Вот. Это одна сторона. С другой стороны... Моральный какой-то аспект или что? Ну, наверное, да. Наверное, вы правы. Я не знаю, как это лучше сформулировать. Наверное, это да, моральный аспект. Ну, хорошо. Давайте сейчас развернемся кардинально и поговорим о литературной школе. Мы с вами неоднократно уже, да, говорили о ее деятельности в эфире. Вы член команды литературной школы. Я директор и, в общем, учредитель. Да. Один из основателей вместе с Майей. Майя создатель концепции, идеи. Да, ну, я так скромненько так сказал. А я так не скромненько. Да, есть новые проекты, да, есть новые направления деятельности. Ну, вот смотрите, я сама себе немножко противоречу. То есть в ситуации кризиса что делаю я? Я понимаю, что на каких-то площадках у меня вариантов роста нет. Ищу новые площадки. Одной из таких площадок стала литературная школа. Школа, в которой мы очень писатели. Creative Writing School. И действительно, она оказалась проектом успешным. Хотя я не скажу, что уж очень легко все двигается. Все требует довольно серьезных усилий, времени. И нелегко это все. Но, тем не менее, действительно, мы уже сейчас объявили набор. Ведем третью зимнюю школу, Creative Writing School. И на майские праздники мы придумали опять новое. Два выездных интенсива. Интенсивные курсы, которые будут сочетать программу экскурсионную, путешествий и программу обучающую. И человек из этого путешествия приедет, если он что-то пишет, то уже с каким-то конкретным текстом. А если он что-то рисует, а у нас новое направление. Мы открываем направление художников, мы будем заниматься развитием графического романа в России. То есть это уже литературно-художественная школа уже получается. А мы как-то так постепенно обрастаем смежными направлениями. Например, критиками, например, издателями. И вот сейчас графический роман, мастерская которого будет проходить в Париже, и которую будет вести Елена Авинова, наш кировский театральный художник. В общем, это новое направление Creative Writing School. Очень надеемся, что у нас все получится. И если у нас все получится, а мы для этого все сделаем, то следующий интенсив будет в Вятку. Мы привезем писателей в город Киров для того, чтобы они в течение недели гуляли по улицам, собирали живую речь, смотрели на живых людей, и потом что-то написали. Я надеюсь, выдающиеся о нашем городе. О, как, это примерно по времени когда. Сейчас ведутся переговоры с разными писателями, кто бы к нам поехал на такой интенсив. И примерно конец сентября, начало октября. Примерно. Все в стадии согласований, рождения, обговаривания концепций. Конец сентября, начало октября как-то уныло у нас обычно. Ну вот, знаете, Владимир, я... Такая уже начинается поздняя осень. Я за то, чтобы показать настоящую Вятку. А, настоящая Вятка... А, настоящая? Она грязная, мокрая? Она мокрая, грязная. Но при этом она совершенно прекрасна своей подлинностью, настоящими людьми. Мне не хочется картиночную Вятку показывать людям, которые к нам приедут из Москвы и из-за границы. А к нам приедут молодые писатели из-за границы. Нас поддерживает русская премия и фонд Ельцина в этом проекте. И они, несколько человек, привезут уже состоявшихся писателей, молодых, которые живут не в России, но пишут на русском языке. Вот мне очень интересно, что из всего этого получится. Ну, это, видимо, не единственная цель, чтобы их привезти и им показать, что наш город. А местное это творческое сообщество что-то тоже получит в планах? У вас есть такое? Что получит местное сообщество? Конечно, будут открытые лекции и открытые дискуссии. Их, наверное, будет две, поскольку мы едем всего на неделю. Под открытие будет какая-то лекция с дискуссией и связанная с закрытием. И если какие-то, вот если кто-то из ваших служителей сейчас в течение эфира вдохновится какой-то идеей, мыслью, то я всячески открыта для предложений, что мы еще можем сделать в течение этой недели с действительно выдающимися писателями, которые приедут и которые могут что-то дать нашему городу. А что касается майского интенсива? А что касается майского интенсива, вся информация висит на сайте Creative Writing School, Lead School Pro. И там можно все прочитать. Туда можно попасть? Потому что совершенно спокойно записаться. Это не очень дорого стоит, но, к сожалению, не очень дорого с учетом роста евро. Это все равно не то, чтобы совсем дешево. Мы не сказали место, где будет проходить. Две школы. Одна поэты и прозаики поедут в Грузию. В Грузию. Они пойдут в Грузию и будут там писать свои тексты, созерцая прекрасные природные ландшафты. Главная тема этой школы будет именно описание природы, описание ландшафта, описание контекста. А художники и сценаристы поедут в Париж. Причем мы собираем и художников, и сценаристов. То есть неважно. Человек может уметь не очень круто рисовать, но он может иметь в голове идею, которую он хочет нарисовать в картинках. И тогда мы этого человека тоже зовем и всячески поможем ему научиться делать это грамотно. И он точно совершенно в финале этого 10-дневного курса, а это будет побольше курс, 10 дней, он получит какой-то готовый сделанный продукт. Либо книжку, а мы там предлагаем две темы. С одной стороны, человек может написать о своем путешествии в Париже, мой Париж. Такой, знаете, травелок. Либо это будет участие в более крупном проекте «История русского авангарда в картинках». И если человек не очень эгоцентричен и не хочет делать главным героем своего повествования собственную персону, то он сможет выбрать одного из художников русского авангарда и написать его историю в Париже. То есть вот такой будет выбор. Так и подбивает меня про стоимость спросить этого всего. Обучение будет стоить, вот сейчас пока у нас рекламная цена 300 евро. И если, например, человек едет не один, а с подружкой, а в Париж как-то, знаете, грустно ехать одному, хочется поехать с подружкой в Париж. Или с другом. Или с другом. Ну, другу и подружке, которые не рисуют и которые просто присоединятся к программе туристической, это будет стоить 170 евро. Но в эту стоимость не входит ни проживание, ни виза, ни перелет. Тут мы абсолютно дадим самые-самые выгодные предложения и скидки, но мы на себя не взяли ответственность сразу арендовать какое-то помещение для проживания, для занятий, да, а вот для проживания нет, потому что у разных людей могут быть разные запросы, и кто-то может быть согласен в хостеле жить, а кому-то нужно, чтобы это были очень привлекательные условия. Но под нашу школу мы арендуем несколько квартир, и мы сделаем несколько предложений очень выгодных и по размещению в Париже. А в Грузии? А в Грузии у них тоже будет размещение в гостинице, у них сейчас тоже... Стоимость? Стоимость у них 30 тысяч обучения. 30 тысяч рублей. Рублей, да. А проживание и перелет тоже дополнительно, и на сайте размещены цены. По-моему, самый дешевый перелет в Грузию, так же, кстати, как и в Париже, сейчас около 20 тысяч стоит. Ну, это из-за скакнувшего евро. Еще совсем недавно это было 15. А размещение в Грузии немножко, кажется, будет подешевле. Ну, с Парижем-то все понятно, почему в Париж художники. А как Грузия? Почему поэты в Грузию? Да, почему Грузия? Не, ну поэты, что природа, да, как Кавказы. Я думаю, что мы разделились очень просто. Любители французского вина поедут в Париж, а любители грузинского в Грузию. Можно в Крым еще было подумать над Крымом? Можно было бы подумать над Крымом. Там тоже красиво. Там очень красиво. И кто знает, может быть, следующей нашей поездкой, следующим интенсивом, при условии, что с этим все получится, будет именно Крым или какое-то другое милое сердце место. Я предлагаю прерваться сейчас на небольшую рекламу. Напомню, что это особое мнение Натальи Осипова и генерального директора коммерческого центра «Вятский». Реклама. Продолжается особое мнение. Сегодня это особое мнение Натальи Осипова и генерального директора коммерческого центра «Вятский» и директора «Креатив Райтинг Скул». Приходим к следующим темам. Вопрос, который я уже задавал неоднократно гостям особых мнений. Ну и вас тоже хочу спросить. «Идея про Путина и патриотизм». Президент нашей страны обозначил патриотизм в качестве национальной идеи. Вот те, кто уже высказывался из наших местных политиков, бизнесменов по этому поводу, общественных деятелей, они все сходятся в одном, можно сказать, что национальная идея у нас, в России, ею может быть только некая цель. То, к чему нужно идти. Вот как в Советском Союзе. Социализм строили, строили, строили. Вот надо идти, идти, двигаться. А патриотизм? А что понимать под патриотизмом? Куда мы движемся этим знаменем? Для каждого это свое. Любовь к Родине, он, безусловно. Мы любим Родину. Любовь к своим родителям, маме, папе, жене, мужу. Земле. Земле. Стране, городу. Тоже патриотизм. Невозможность представить живущим себя в другом месте. Тоже патриотизм как. Можно я себе позволю исторический экскурс? Пожалуйста. И хочу вам предложить вспомнить времена, боже мой, уже более чем 200 летней давности, когда Россия при Александре Первом... Начало 19 века. Да, начало 19 века точно так же была мучима тем, что нам нужна национальная идея. И тогда случилась война с Наполеоном, которая сначала была войной, в общем, в которой Россия принимала участие в коалиции с Австрией, а потом стала национальной, народной, отечественной войной. К моему огромному сожалению, очень часто идеи патриотизма возникают, расцветают и поддерживаются на фоне и из-за войны. На фоне и накануне. Накануне, или во время, или в качестве такого... Ну, то есть, я даже пытаюсь понять, а что, собственно говоря, питало советский, например, патриотизм, да? Вроде бы, вы говорите, что идея, наша цель коммунизма, это была очень иллюзорная идея. Да, она была, сейчас у нас даже такого нет, но, тем не менее, основные патриотические тексты, это были тексты про Великую Отечественную войну. Мы продолжали гордиться победой в Великой Отечественной войне через много-много-много лет после неё. И, опять же, возвращаясь к временам Александра, война 12-го года создала у нации вот этот восторг и понимание того, что мы, оказывается, сильнее самого Наполеона. А в те времена, извините, все говорили по-французски. Французские платья, французские книжки, французские мысли. И вдруг мы их победили, мы оказались лучше и сильнее их. И вот на этой волне возникла национальная литература, национальная культура. А затем, в 1834 году, уже при Николае I, граф Сергей Уваров сформулировал ту знаменитую триаду самодержавия, православие, народность, которая, как уваровская триада, прожила весь XIX век и которая в некотором видоизмененном виде может быть прочитана и как советская идея, потому что православие заменилось коммунизмом, самодержавие заменилось... Властью советов. ...партией и властью советов, а народ у нас, знаете, как был, так и остался. Народ на всех лозунгах советских был точно так же, как и на царских. Соответственно, вот что у нас есть в структурном отношении, кроме Уваровской триады, на что мы можем эти патриотические лозунги нашпилить, наколоть, представить это не только словом, но и каким-то материальным... Дать этой идее некое материальное воплощение. И я пока этого не вижу, потому что патриотизм должен питаться чем-то. И если патриотизм будет питаться образом врага, то мы сейчас с вами просто носом чувствуем формирование образа врага. Нас, как врага на Западе, и у нас образы врага, Запада внутри, то это будет очень грустная история, потому что это такая реставрация ситуации 80-х, даже 70-х годов, которая абсолютно бесперспективна в современном глобальном мире. В сегодняшней глобальной деревне уже изоляция России невозможна. Даже если мы очень этого захотим, даже если мы перейдем на импортозамещение всего, что можно импортозаместить интернет, глобальные сети, глобальный бизнес, невозможно. Цифровая революция сделала невозможным мелкие локальные культуры. Мультикультурность — это тренд, не связанный с какой-то политикой. Он связан с информационной революцией, которая произошла. Ну и тут стоит, наверное, вспомнить заявление, это уже недавний премьер-министр Медведева, который, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что мир в эпоху новой холодной войны. Мы вступаем, точнее, в отношениях с НАТО, с Североатлантическим альянсом, в эпоху новой холодной войны. Но мы это все ощущаем. Знаете, что я вам скажу? Вот очень разные ощущения бывают, когда ты смотришь на это изнутри и снаружи. То есть все-таки на Западе к нам не стали относиться плохо. Но к России как к государству стали относиться не очень хорошо. И в связи с этим одно время мне показалось, что пропал интерес к русской культуре. Что произошло буквально совсем недавно. Я поясню, вы сейчас говорите на основании своего опыта общения с иностранцами. Да, естественно. Разумеется, а что у нас, Владимир, кроме нашего опыта есть? СМИ? Вы верите в СМИ? Вы их делаете, я понимаю. Мы делаем это в СМИ. Ну так вот, возвращаясь к этому. Значит, что произошло за последнее время? Для русской культуры и имиджа в России, в мире, гораздо больше сделала национальная, нобелевская премия Галина Алексеевич и сериал BBC «Война и мир», чем вся наша политика. Несмотря на то, что Олимпиаду в Сочи, которая, конечно, делалась для создания привлекательного, положительного имиджа в России и в мире, посмотрела более трех миллиардов человек, последующие события в Крыму и на Украине... Подождите, у нас столько не живет на планете Земля. Триста миллиардов. Ой, простите, три миллиарда. Три миллиарда, да. Я сказала триста. О, боже, у меня гигантомания. Я марсиан вспомнила. Ну, знаете, наверное, размах замыслов нашего правительства и на марсиан бы распространился. А по факту получается, что политические действия власти, они портят этот самый имидж. И в результате русская культура интересна, к нам хорошо относится на Западе, Владимир. Нет этого образа врага, как индивидуального человека. Есть образ и даже не врага, а некоторого оппонента, некоторого, знаете, хулигана в самолете, где все сидят, пристегнув ремни, а кто-то не пристегивает ремни и ведет себя как-то не очень политкорректно. Мне кажется, что на Западе какое-то такое к нам отношение. А у нас то, что произошло в России внутри, гораздо более страшно, потому что у нас действительно стал формироваться образ врага. Запада как врага. Рейтинг президента Путина в последнее время зашкаливает. И это удивительно. То есть на фоне кризиса, на фоне того, что, в общем-то, никакого расцвета-то нет, 85% такого рейтинга у него не было никогда. Что же случилось? Почему мы в годы тяжелые, в годы страданий объединяемся и поддерживаем президента, и формируем образ врага? Это же мы, это же не Путин, Владимир. Это мы. Это для меня не то чтобы загадка, но для меня это такой вот вопрос. Это вопрос абсолютно рефлексивный, скорее, к самому себе. Это наш народ, я часть этого народа. Ассоциация с царем-батюшкой, что было из века в век. Ну вы же понимаете, что это будет делать выгодным агрессию и войну. Что, в общем, меня как женщину, как мать страшит. Страшит. Как просто человека. Меня это страшит. Знаете, тут еще про Путина хочу спросить. Обсуждалось, по крайней мере, в сети активно это событие. Я имею в виду девочку из Налинска, десятиклассницу, которой Владимир Путин за стихи этой девочки о нем прислал свою фотографию собственным автографом. Ну, вручал, конечно, не лично, а главный федеральный инспектор по Кировской области вручил десятиклассницу эту награду. Люди в комментариях писали, ну не мог что-то материальное. Хотя бы тысячу рублей девочке бы послал. Наверняка нет у нее какого-то гаджета, благодаря которому она будет развиваться, общаться и так далее. Ну что-то материальное. Как вы восприняли это событие? Ну, как очередной курьез патриотизма. Я не знаю, какими чувствами руководствовалась эта девочка. Возможно, самыми светлыми и чистыми верой в царя-батюшку. Конечно, она писала стихи не в расчете на премию, надеюсь. Но если бы вдруг Путин решился давать даже по тысяче рублей всем, кто напишет стишок в его честь, казна бы наша опустела. Поэтому тут не то, чтобы... не то, чтобы я не понимаю, почему ей послали только фотографию с автографом. Но внимание уделил глава государства. Ну да, но вот начинает формироваться этот литературный дискурс, литературный корпус текстов, посвященный Путину. Образ Путина обретает литературную и художественную плоть. Он становится таким знаковым. Но он действительно знаковый для эпохи, и, соответственно, он обрастает текстами, стихами, картинами, карикатурами, прозой. Это все очень-очень большой корпус текстов. И это мне, как филологу, кажется очень соблазнительным для анализа. Мне бы хотелось... Я не читала эти стихи, мне бы хотелось посмотреть, как она именно восславляла Путина. Потому что несколько лет назад на одной из научных конференций была проведена любопытнейшая параллель между стихами, посвященными Ленину, и стихами, посвященными царским временам. И они были структурно одинаково построены. Поэтому, возможно, что девочка пишет... То есть это одно и то же стихотворение, которое посвящается правителю, царю, Ленину и теперь Путину. Интересно посмотреть эти тексты. Текст этот есть. Я, к сожалению, решил сегодня не цитировать это стихотворение, потому что цитировала его в прошлый раз. Но в том числе там речь говорится о том, что Путин во главе нашего государства, и Россия встает с колен благодаря именно Владимиру Владимировичу. Ну вот взять «Россия возьмет с колен» и посмотреть, в скольких текстах и в каких контекстах эта фраза появлялась, и кому еще приписывались эти лавры, человек, благодаря которому Россия встает с колен. Мы увидим огромный и очень интересный список. Остается у нас не так много времени. Вы знаете, Наталья, тут недавно у нас был снова поднят вопрос «Киров или Вятка?». Но не так уж напрямую. Вот как он был поставлен. Депутат областного законсобрания Виктор Жеников внес законопроект, который, кстати, вчера не был поддержан на пленарном заседании нашего парламента регионального. Законопроект, запрещающий чиновникам использовать в официальной речи название нашего города «Все, кроме Киров». Вот так, как есть сейчас. Киров. Ну, ни Вятка, ни Хлынов. Вот если чиновник, выступая с трибуны, назовет Киров Вяткой, то это вот нарушение, за которое нужно карать. Ну, один из курьезов вятского законотворчества. Что тут сказать-то? Как можно запретить... Не поддержан был вчера. Ну и слава богу. А как бы они стали это контролировать? А что было бы тому, который вдруг, не дай бог, сказал Вятка? И потом, кому вредит это? Если говорить о различиях наименования Киров и Вятка, то много-много лет назад я писала об этом статью. Я анализировала с точки зрения имени города вот этот феномен «Вятка-Киров двойного имени», который, в общем, сейчас так и существует. Где мы, Вятка? Вятка мы, когда о нас говорят москвичи. Вятка мы, когда к нам приезжают из-за границы. Вятка мы в речи деятелей культуры. Где мы, Киров? В речи обычных жителей города. Почему же обычные жители города предпочитают называть себя кировчанами и выбирают Киров, а не Вятку? И у меня была по этому поводу такая гипотеза. Вятка – это женское имя. Оно патриархальное, оно простоватое, оно относится к XIX веку. Оно уникально, но оно не монументально. Киров – имя советское, индустриальное, связывающееся с областным центром. С большой работой, предприятиями, войной и так далее. Да, с оборонными предприятиями, с тылом, с советским временем. И это мужское имя, которое звучит более солидно. Хотя и не оригинально. И вот этот выбор наших жителей между оригинальным, но простоватым женским вяткой и совсем не оригинальным, но зато более индустриальным, более серьезным и, главное, мужским Кировом, этот выбор был сделан в 1993 году на референдуме. Был референдум. И жители тогда сказали «Хотим Киров». Я, как, в общем, скорее представитель культуры, конечно, предпочитаю говорить вятка. Но сейчас, что называется, поезд переименований ушел. Это слишком дорого, чтобы говорить о том, чтобы можно было переименовать город в вятку. Это надо всем документами. В общем, это на самом деле сейчас уже не очень реально. Этих денег нет, а если бы они были, я бы предпочитала, чтобы наше правительство их потратило на другие нужды. На нужды социально незащищенных слоев населения, потому что смотреть, как живут наши старики, Владимир, это невозможно. Это просто невозможно. В общем, не надо никого наказывать. Зато каким он словом называет город, в котором живет. Ну, конечно. Мы же свободные люди. Зачем мы пытаемся запретительные меры всегда? Зачем все запрещать? Почему не дать людям свободу? А вы знаете, есть ведь компромисс. Я, к сожалению, сейчас не припомню, чье это предложение. Николай Голиков, наш коллега, безусловно, в курсе. Было ведь предложение по принципу Ростова-на-Дону. Назовите Киров на Вятке. Киров на Вятке. Киров на Вятке. Киров на Вятке. Вот такое имя собственное. Я против длинных слов и названий. Мне кажется, нормально. И Киров нормально, и Вятка нормально. Кому это мешает? Я использую слово Вятка. В Москве, я говорю, только Вятка. Но когда я приезжаю сюда, не знаю, мне не кажется, что тут есть какая-то проблема. Юридическое, к сожалению, просто вопрос цены. Конечно, те люди, которые принимают решение, приняли бы, если бы это был не референдум, а решение властей, приняли бы Вятку. И тогда бы, в общем, в 90-е годы могли все изменить и переименовать. Но тогда этого не сделали. Тогда, в общем, Киров — это результат демократического волеизъявления наших жителей. Давайте примем это. Завершаем на этом программу «Дневной разворот». Благодарю гостю в студии Наталье Осипова, генеральный директор коммерческого центра «Вятский». До новых встреч, удачи. Спасибо вам. Всего доброго. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok